Приветствую вас, не оспариваясь от того, что сказал мой коллега. Мне бы хотелось просто немножечко под другим углом посмотреть на данную проблему, на данный вопрос. А я предлагаю вам исходить из того, что вашему мужу интересно. Какие у него хобби, какие у него увлечения, какие у него любимые занятия, что ему нравится, что он любит, что вызывает у него симпатию. Например, если человек, допустим, увлекается сноубордом, при этом понятно, что вряд ли он им занимается. Но если вы знаете, что мужчина смотрит соревнования по сноубордингу и так далее, то было бы логично купить ему маленький сноуборд, как в качестве сувенира, например. То есть вот такое, как бы получается, значение. То есть вот есть, например, символ, это символ интереса, сноуборд, это что-то еще, и есть значение. А так вот, собственно, от самых разных интересов, то есть любой подарок в таком ключе будет восприниматься как вполне себе хорошая, интересная и, главное, приятная, востребованная вещь. Например, если мужчина, допустим, увлекается автомобилем, то вы можете посмотреть, допустим, скажем, какую-нибудь модель автомобиля, которая ему, например, там, скажем, придется по душе. Если человеку нравится, допустим, футбол, то можно рекомендовать, там, допустим, маленький мячик, вот, и так далее. То есть ситуация заключается именно в этом, в том, что вы, как бы, подсматриваете, именно подсматриваете, как бы, различные проявления, я бы так сказал, да, различные проявления того, что вашему мужу нравится. И, исходя из этого, именно исходя из этого, вы и выбираете ему подарок. То есть я бы, в данном случае, как раз, не рекомендовал бы исходить из какого-то, знаете, конкретного предмета, потому что это лотерея. То есть предмет может быть понравится, а может быть и не понравится. И в данном случае я не думаю, что стоит зависеть от случая, ну, от воли случая, скажем так. Это не было бы правильно. Поэтому, мое предложение вам заглядяется именно в том, чтобы вы исходили, как раз-таки, из интересов своего мужа. И тем самым, чтобы вы постарались подарить ему что-то такое, что действительно было бы им востребовано, что действительно было бы ему приятно. Вот, я думаю, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что он был вам полезен в ответ. Если у вас остались дополнительные вопросы, я буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!